Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что страх, любой страх обусловлен чем-то. То есть когда-то, может быть в детстве, может быть в подростковом возрасте вы пережили некий такой серьезный инцидент. Я бы сказал, может быть даже весьма неприятную ситуацию, которая и образовала у вас этот страх. Неприятная ситуация не была вами выражена как-то, неприятная ситуация не была вами реализована, не была перешита нормально. И в результате этого образовался вот такой вот страх. Значит, это переживание нужно найти, с ним очень желательно поработать, с ним очень желательно разобраться, чтобы оно вам не мечтало. А дальше, дальше нужно понять, какую вещь. В первую очередь, вы пишете, что вы боитесь быстро движущегося транспорта. Вы боитесь чего? Что вы попадете в авару или вы боитесь потерю в потере, точнее, потере контроля? Или чего-то еще вы опасаетесь? То есть нужно понять, на что именно направлен ваш страх. Дальше. Дальше я предлагаю вам способ, который, может быть, будет не совсем легко осуществим, но тем не менее. Точнее, будет несколько способов. И первый способ заключается вот в чем. Давайте подумаем. Вот вы употребили такое оценочное суждение, как на большую скорость. А восприятие скорости у каждого человека, восприятие движения у каждого человека свое. Поэтому давайте мы для начала с вами расскажем, после какого момента, или после достижения какого предела, какой отметки, вам начинает встречаться страх, и скорость вам начинает казаться большой. То есть по достижению какой скорости вы начинаете чувствовать именно вот эти вот фабические ощущения, ощущать фабические чувства. И, наверное, это ощущение, оно возникает у вас не сразу. Наверное, оно возникает у вас, ну, постепенно, в зависимости от того, насколько большая скорость. Отсюда я делаю вывод, что, возможно, есть некоторая величина скорости, которая не вызывает у вас раздражения. Которая воспринимается вами нормально, адекватно и спокойно. Вот на этом и попробуйте сконцентрироваться для начала. Дальше. Постепенно повышайте эту скорость. Ну, можно попросить кого-то, да, можете с кем-то ехать. Ехать развивательность, чтобы человек это был такой, которому мы бы доверяли и так далее. Значит, скорость постепенно повышается, и нужно достичь такого, такой скорости передвижения, чтобы, с одной стороны, это не было прям приступом паники для вас, но, с другой стороны, чтобы и не было той скоростью, которую бы вы воспринимали абсолютно для себя нормально. Вот в каком полутревожном состоянии, я бы даже сказал, что полу это слишком грубо сказано. Вам нужно, чтобы совсем чуть-чуть, чуть-чуть у вас тревога была. Значит, чтобы мы прямо просто вот ощущали какой-то, знаете, некий дискомфорт. Вот вы в этом состоянии, чтобы пребывали какое-то время. В этом состоянии. Чтобы вы привыкли, чтобы вы адаптировали, чтобы вы чувствовали постоянно, как бы, одновременно и тревушность, ту, которая мешает вам, и вместе с тем, чтобы вы ощущали, ну, как бы, спокойствие и понимание того, что действительно ничего здрастного не происходит. Что в действительности-то все хорошо. И вот постепенно, если вы будете так делать, если вы будете так ставить вопрос, если вы будете так действовать, то постепенно чувство, которое за счет его страха, оно постепенно уйдет. Оно на самом-то деле будет все слабее, 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 и в определенный момент вы почувствуете, что уже не так сильно боитесь этой самой скорости. Тогда скорость можно будет прибавить, и вот так постепенно достичь того уровня, того уровня скорости, который, ну, раньше вызывал у вас страх, а теперь он этого вызывать, скорее всего, не будет. Второй способ подхода к страху заключается в том, чтобы вы для себя определили, чего вы боитесь. Вот помните, вначале я вас спрашивал, да, что вы боитесь? Авария, там, потери контроля, или что-то еще может быть. Вот постарайтесь на эту тему, точно подумайте. И когда, и если вы будете ощущать, что вы боитесь, вы задавайте себе вопрос, а вот то, чего я боюсь, уже произошло или нет? То есть, пытаясь спрашивать, вот я чего-то боюсь, хорошо, я чего-то боюсь, это случилось, или еще нет? Поверьте, такой вопрос поможет вам перевести страх из области ир рационального, какой он у вас сейчас, и каким является на самом-то деле любой страх вообще, в область рационального, то есть, целиком и полностью осознаваемую человеком, то есть, вами. Вот такие вот два способа помогут вам решить вашу проблему. И, наконец, суммируя все, что я вам рассказал, мне хочется сделать такой вывод, заключение может быть, что вы можете сами выбирать, как вы хотите бороться за своим страхом. Ну вот, есть ли у вас возможность, есть ли у вас желание поработать с специалистом, выберите того, кто бы вам понравился, и посмотрите, из-за чего у вас страх вообще начал, из-за чего начал вас беспокоить. Если такой возможности нет, то, ладно, ничего страшного, тогда попробуйте использовать те способы, которые я вам предоставлю. Они помогут вам самостоятельно, и, конечно, на это потребуется некоторое время, усилия, тренировки, но, тем не менее, этот способ, эти способы помогут вам самостоятельно уменьшить ваш страх. Сделать, по крайней мере, так, чтобы негативное влияние его на вас было минимальным. И тогда вам самой будет легче. то есть здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, многое зависит именно от вас. То есть, вот как вы хотите работать, как вы хотите организовывать работу, если угодно, как вы хотите бороться, как для вас наиболее приемлемо. В принципе, на это все. Проблемы страха, к сожалению, не решаются вот так. Одним разом не решаются за один ответ. Каким бы ответ ни был, все равно у вас будет ситуация в жизни, когда вы вновь встретитесь за страхом, и, скорее всего, он даст о себе знать, но благодаря тем средствам, которые я вам предоставил, возможно, вам будет легче. Для полного искоренения к раку все-таки нужна несколько сторонняя работа, не только использование способов, тут вы можете просто принять страх, приглушить его, может быть, даже привыкнуть к нему, но и нужна пронаборка причин этого страха, и тогда вы полностью от него освободитесь. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, попрощайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,